Какая ассоциация приходит первой при таком слове, как Ubuntu? Вот лично у меня, я думаю, как и у многих, это слово означает операционную систему, которая основана на ядре Linux. Может вы, конечно, повернуты на изучение культуры QR, и для вас Ubuntu это человечность. Вот вам скриншот из Википедии. Я, конечно, люблю напридумывать самые разные факты, но тут я даже не спиздел. Так, вернемся к нашим баранам, а вернее к пингвинам. Кроме настольной версии, компания Канонические решили зайти на мобильный рынок и откусить кусок уже давно поделенного торта. Все началось с таймера и фразы на их сайте. Фраза была такой, так близко, что можно потрогать руками. Фраза не нова, могли бы что-нибудь придумать покреативнее. Раз фраза не креативная, то на этом мы закончим наш обзор. Прошивка говно, разработчик пидорас, ставьте лайк и всем пока. Ну а пока вы не ушли, я хочу вам сказать о том, что внизу по ссылке в описании вы можете найти магазин по продаже телефончиков. Там телефоны в отличном состоянии, по хорошим ценам. Также, если вы хотите починить смартфон, то можете обратиться ко мне. Все у вас по ссылке в описании. И никуда не уходи, ролик продолжается. Ладно, похуй на эти лозунги, мы идем дальше. Свой крестный ход Ubuntu Touch начала с выставки CES. Там они и показали, что в будущем у вас должно было стоять на ваших яблокофонах, а не вот эти ваши богомерзкие iOS. Первый релиз Ubuntu Touch для разработчиков и партнеров был выпущен 17 октября 2013 года. Ubuntu Phone это практически настольная версия Ubuntu. В Ubuntu Phone была заменена графическая оболочка на мобильную версию Unity. Ее интерфейс базируется на Qt и QML. Программы для Ubuntu Phone могут быть написаны не только с помощью Qt, но и с помощью других механизмов. Таких как HTML5. Ubuntu предусматривает возможность приложению, написанному на HTML5, использовать все системные лотки. И могут быть легко интегрированы в интерфейс. 5 апреля 2017 года настал черный день для Ubuntu Phone. Марк Шаттлворд объявил о прекращении разработки Ubuntu Touch, а также дисплейного сервера Mir и оболочки Unity. В качестве приоритетных направлений заявлены облачные технологии и интернет вещей. Дальнейшую разработку OS взяли на себя сообщество UbiPorts. Первое обновление вышло 11 января 2019 года для всех официально поддерживаемых устройств. По прошествии времени поддерживаемых устройств стало больше. Количество насчитывает 96 устройств, из которых 81 устройство запускается с Ubuntu Touch, у 64 работает сеть, у 43 Ubuntu Touch работает с некоторыми перебоями, ну и у 8 устройств работает все великолепно. Моего устройства вообще нет в списке, если вдруг заинтересовались, то можете посмотреть на FOPDA или XDA и установить Ubuntu Touch на свое устройство. Я как раз пойду, пожалуй, и установлю. Скачиваем образ и заливаем его на телефон. Перезагружаемся в Recovery, делаем вайп, ну и устанавливаем Ubuntu Touch. И перезагружаемся. Если вы не хотите удалять Android, то для вас есть возможность установить две прошивки и у вас будет Dual Boot. Для этого нам не нужно делать вайп-системы из-под Android, загружаемся в Recovery. Потом создаем бэкап нашего загрузчика, а то есть выбираем пункт Boot и бэкапим его. После устанавливаем Ubuntu Touch. Разархивируем zip-архив Ubuntu Touch. Теперь загружаемся в Recovery и из бэкапа прошиваем Boot. Таким образом мы вернулись в Android. Чтобы загрузить Ubuntu Touch, нужно также прошить Boot. И вот такими действиями мы можем добиться запуска двух систем. Заебанное? Ну а что ты хотел, друг мой? В мире ничего не бывает легкого и быстрого. Ну а так как мы установили систему, мы перезагружаемся. А пока смартфон загружается, я проведу маленький стендап. Слышали? Натаха айфон себе новое взяла. Кредит? Нет. В рассоску. Что делает современная техника приключений? Компьютер обновляется. Планшет обновляется. Смартфон обновляется. Телевизор обновляется. Игровая приставка обновляется. Утюг я не рискнул включить. Девушка, какой у вас телефон? Моторола. Нет, я имею ввиду номер. Федеральный. Да нет, цифры какие? Арабские. Нашел баг. Если часто заказывать витро крылышек KFC и оплачивать Apple Pay, то через некоторое время айфон перестает узнавать лицо. Холодильник Витязь реально жил по 20 лет. В те времена советским людям чаще менять холодильник не нужно было. А зачем его менять, если он работает? Это же не айфон. На неделях вышел новый айфон. У многих женщин теперь дел по горло. Ну вот, телефон загрузился. Настраиваемся и попадаем в мир долбежки. В попу и проведение бессонных ночей на форумах. С такими же линуксятами, как и мы. С чего начнется любое взаимодействие с операционной системой. Оно начинается с рабочего стола. На рабочем столе мы видим менюшку с быстрым доступом к приложениям. Где есть все приложения, которыми ты будешь пользоваться каждый день. Нажимаем на значок Ubuntu или делаем свайп слева и попадаем в меню. Вообще вся система, как и Sailfish OS, построена на свайпах. То есть, чтобы открыть меню, нужно сделать свайп слева. Чтобы открыть список запущенных приложений, нужно сделать свайп справа. Также свайпы доступны в браузере и в шторке уведомлений. Поначалу управлять телефоном очень неудобно. Я чувствую себя вот так, когда взял телефон с этой осью. Хотя даже они куда лучше орудуют им, чем я. Но после некоторого времени ты начинаешь привыкать и понимаешь. Что пользоваться системой удобно. И ты не понимал, как ты раньше мог пользоваться экранными кнопками. Я считаю, что навигация выглядит неплохо. Нужны доработки. Но даже сейчас можно пользоваться смартфоном. После недолгого привыкания. Теперь давайте заблокируем телефон. И мы сразу замечаем, что это не обычный экран блокировки. А это тест на шиза. Что вы видите тут? Если вы видите часть цветка, то вы шиз. Если вы видите геометрические фигуры, то вы тоже шиз. Смотрите, я всегда знал, что Linuxia дрочит на геометрические фигуры и на определенные части цветка. Потому что объяснить, почему на экране блокировки геометрические фигуры и часть цветка по-другому не могу. И в этой геометрической фигуре или части цветка мы можем видеть уведомления от разных приложений. Разблокировать сам телефон можем свайпом с двух сторон. Вводим пароль. Ну и получается все. Телефон разблокирован. Теперь опять нажимаем на значок Ubuntu. Или делаем свайп слева. И попадаем в меню. Давайте посмотрим на стоковое приложение в Ubuntu Touch. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В магазине всего лишь 1050 приложений. Давайте сопоставим количество приложений в магазине App Store, Google Play и Open Store. В App Store их 3,6 миллиона. В Google Play 2,7 миллиона. Ну и Open Store 1050. Прикольно, да? Теперь давайте же посмотрим, что же я там смог найти и скачать в этом прекрасном магазине. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вы не нашли того приложения, которое могло бы вам понадобиться для повседневного взаимодействия с вашим смартфоном, то есть возможность установить АПК. У вас есть две возможности Unbox либо Вайдроид. Давайте я поясню вам за оба варианта. Вайдроид позволяет запускать в обычном Linux дистрибутиве изолированное окружение для загрузки полного системного образа платформы Android и организовать запуск с его помощью Android приложений. Unbox позволяет запустить полноценную мобильную среду Android в обычном дистрибутиве Linux, тесно интегрированную с основным рабочим столом. В отличие от похожего окружения Unbox, Вайдроид предоставляет прямой доступ к оборудованию без дополнительных прослоек. Предложенный для установки системный образ Android основан на сборках от проекта LineageOS и Android 10. Unbox у нас основан на Android 7.1.1. Если простыми словами Unbox это виртуальная машина, то в Android это песочница, которая работает на вашем оборудовании. Вайдроид можно установить через официальный стор. Ищем в сторе Вайдроид Хелпер и скачиваем его. Нажимаем Install Вайдроид. Смотрим на дисклеймер. И тут кстати есть список поддерживаемых устройств. Моего устройства нет, но чем черт не шутит и я рискну. Нажимаем старт и дожидаемся. Если у вас все нормально прошло, то телефон перезагрузится и будет работать, либо не работать. Но лично у меня все заглохло на этапе установки. Поэтому Вайдроид у нас отпадает и мы переходим к Unbox. Для начала скачиваем файл Unbox.sh и кидаем в корень папки HomeFablet. Открываем терминал и вводим команды по очереди. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...